Всем доброго дня, с вами Владимир Левченко. Глобальные финансовые рынки продолжают расти в рамках рождественского ралли. Вчера американский фондовый рынок после роста до этого на 2% в среднем, добавил еще чуть более 1%. И сейчас фьючерсы на американские индексы продолжают подниматься дальше. Азиатские рынки тоже растут. Рост тоже, в общем, достаточно неплохой. Что такого произошло? Во-первых, конечно, мы видели, что настроения относительно нового штамма коронавируса уже такие, что никто его, в общем-то, не боится. Это привело к снижению акций фармацевтических компаний, но они значительны. Ну и к росту, соответственно, и циклических компаний, и росту цен на сырьевые товары. Нефтмарки Brent сейчас торгуются выше отметки в 75 долларов за одну бочку. И, конечно же, высокотехнологичные компании, которые тоже навсегда и всему радуются. Вчера достаточно заметно подорожали. Но текущий год уже, по большому счету, подходит к концу. С каждым днем активность на финансовых рынках будет постепенно затухать. Ну и, по сути, сегодня такой последний день, когда будет полноценная активность на рынках. Потому что завтра уже, да, как вспоминая Гоголя, и ночь перед Рождеством будет. Сначала, конечно, день будет перед Рождеством. Уже не все биржи мировые откроются. Европейские площадки в основном будут либо закрыты, либо работать в пол силы. И закроются раньше. Ну и, соответственно, в понедельник тоже будет что-то похожее. Ну а там уже и Новый год. Поэтому посмотрим в год следующий, что там будет происходить. И предлагаю обратить внимание на наш российский фондовый на рынок. Он был одним из лидеров. Да, причем не только среди рынков развивающихся, но и среди вообще всех на рынках. Ну а развивающиеся рынки в этом году вели себя, мягко говоря, неоднозначно. Вот что будет такого интересного происходить в следующем году? Каковы перспективы в целом? И в частности, да, возможно, на какие секторы или какие отдельные бумаги стоит обратить внимание. Обсудим эту ситуацию с нашим экспертом. У нас на связи Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион». Валерий, доброго дня. Добрый день. Ну вот российский фондовый рынок, да, он один из лучших, если не лучший в текущем году. Тем более среди таких крупных рынков точно лучший. Что ждете в целом от нашего фондового рынка в году на следующем? Ну, наверное, год будет достаточно волатильный. Мы вчера видели статистику по промпроизводству. Очень большой позитивный сюрприз. Неожиданно при ожиданиях порядка 5,7-5,8 роста промышленного производства мы увидели 7-процентный рост. И это говорит о том, что наш центральный банк, повышая прогноз по росту ВВП и сохраняя прогноз роста экономики на следующий год, он, в принципе, действительно закладывает достаточно позитивный сценарий. То есть можно ожидать, что прибыли компаний на этом росте будут расти. Если растет экономика, значит, растет и внутренний и внешний спрос. Рост, соответственно, компания, скорее всего, и 2022 год будут заканчивать пусть меньшим, чем в этом году, но все-таки при росте прибыли. И это будет, наверное, поддерживать темпы роста. Я жду, что индекс российский, они вырастут в пределах 10-15% в следующем году. Валерий, вы упомянули рост экономики. Если мы посмотрим на долговой рынок, то мы видим инверсию кривой доходности в нашей стране. То есть процентные ставки по коротким облигациям федерального займа устойчиво уже примерно в течение двух месяцев превышают процентные ставки по облигациям, погашение которых будет через 10-15-20 лет. Абсолютно всегда в истории. То есть без каких-либо исключений это всегда приводило к рецессии. Но вот у нас в стране что-то похожее, какая-то похожая динамика была, начиная с конца 2013 года, а в инверсию рынок вошел только где-то в середине 2014-го. Мы уже два месяца в этой самой инверсии. То есть если исходить из этого, а долговой рынок, он, как мы знаем, самый главный вообще везде, то о каком экономическом росте можно говорить? То есть инверсия светит, причем, вернее, рецессия светит, прошу прощения. А инверсия не только в России, она в Бразилии, она в Мексике. То есть в ключевых развивающихся странах мы уже, собственно, одной ногой стоим в рецессии экономики. В Соединенных Штатах тоже кривая доходности уплощается. Или сейчас как-то будет по-другому. У нас госпожа Елен тоже в 2019 году, когда была в Штатах инверсия, говорила, что будет по-другому. А потом рецессию, которая случилась, все-таки, как и всегда, ну, списали на коронавирус. Ну, если говорить про рецессию, про ее вероятность, то все-таки следующий год, он явно не рецессионный. Наши нефтяники наращивают добычу и, скорее всего, будут наращивать добычу по тому графику, который есть у ОПЕК+. Газпром на следующий год ожидает рекордные экспортные цены за много-много лет. Другое дело, что, возможно, объемы будут не такие большие, как могли бы быть при том росте спроса в Европе, как мы видим. Но все-таки они будут достаточно существенные, значительные на уровне, в принципе, высоком, опять же, многолетнем. И в этой ситуации, в общем-то, ожидать, что наша экономика испытает какую-то просадку, я бы не стал. Тем более, что последние несколько дней после заседания Банка России мы видим, что есть попытки, скажем так, выровнять кривую, попытки сделать ее сначала более плоской, уйти от этой инверсии. Я думаю, что в нашей ситуации, в российской, по крайней мере, инверсия кривой была связана именно с тем, что была такая волатильность сигнала от Центрального банка между, скажем, июльским заседанием и октябрьским заседанием. Вот такой очень мягкий сигнал был в сентябре. Вот, и здесь... Ну, то есть, получается, что вы считаете, что в данном случае инверсия не сработает? Ну, увидим, да, это тогда будет первое в истории вообще исключение на всех рынках. По другим секторам, да, вот про Газпром вы уже сказали, здесь более или менее все понятно, да, там, Сбер, если экономика будет расти, то со Сбером тоже, по идее, да, все будет хорошо, и такая, как бы, ключевая акция на нашем рынке. Ну, здесь история следующая. Понятно, что все-таки рост кредитования будет, да, но, скорее всего, в потребительском кредитовании мы увидим достаточно серьезное замедление. Это очень маржинальный рынок, и здесь все зависит от того, насколько Сбербанк сможет нарастить комиссионные доходы. Рынок корпоративного кредитования будет расти, наверное, тоже очень активно, как и в этом году, но он менее маржинальный. Здесь, в принципе, я думаю, что рост прибыли Сбера будет значительно меньше, чем мы видели, да, это, там, опять же, в пределах 10%, может быть, год к году мы увидим. Я бы не считал, что Сбера, вот, так сказать, такая быстрорастущая уже бумага, ей расти достаточно сложно. Другие, да, вот мы видели, что в этом году у нас, например, был взлет цен на продовольствие, вот накануне опять рост цен на пшеницу продолжился, да, опасаются, что будет у нас запрет на экспорт, ну, или какие-то ограничения экспорта пшеницы из Украины. На этом фоне очень неплохо себя переработчики вообще продовольствия чувствовали, то есть они были одними из лидеров роста, да, и даже на нашем рынке, вот, там, группа Черкизова залетела в цене и показывает, в принципе, неплохие результаты, исходя из того, да, что там говорят про, опять же, и цены на газ, цены на удобрения, да, и, там, заявления наших руководителей, вот от этого сегмента чего ждать? Будет ли здесь что-то интересное или, нет, как вы считаете? Ну, на продуктовом рынке я бы не считал, что это хороший вот способ войти в это ралли, потому что мы видим за последние месяцы ситуация на рынке мясном выправляется, дисбаланс спроса и предложения устранен, поэтому я думаю, что здесь рост, в общем-то, закончен. Мне кажется, что лучший способ сыграть на росте инфраструктурных инвестиций, на росте рынка продовольствия, это все-таки производители удобрений и производители металлов, да, то есть, в принципе, я думаю, что этот сектор, он за последние месяцы был в России под давлением из-за налогов и пошлин, но я думаю, что все-таки перспективы у него весьма и весьма хорошие. Ну, производители удобрений, по-моему, это как раз были вообще лидерами роста на нашем рынке в прошлом году, то есть, этот процесс, он продолжится, на ваш взгляд? Я думаю, что, скорее всего, продолжится, да, тем более, что, в принципе, сейчас явно у нас перекосы с точки зрения внешнего рынка, Китай закрывает экспорт и, в принципе, скорее всего, в этой ограниченной ситуации российские компании для себя на рынке найдут какие-то хорошие ниши и вот это налоговое давление и таможенное, да, скорее всего, будет нивелировано дальнейшим ростом цен. Спасибо огромное. Там было мнение Валерия Вайсберга, директора аналитического департамента ЭК «Регион» по нашему рынку и о его перспективах на следующий год. Субтитры создавал DimaTorzok